Электронная ОСАГО. Проблема или благо? Каждый автовладелец, оформлявший полис онлайн, уже ответил для себя на этот вопрос. Региональные власти тоже решили разобраться в ситуации и организовали совещание с участием представителей автомобильного сообщества и страховщиков. Проблема, с которой сталкивается большинство автовладельцев. Все данные введены, но результата нет. Из 10 полисов нами, которые были зарегистрированы, попытки, только 3 было застраховано. Этот факт подтвердился действительно. Страховщики объяснили это тем, что пользователи неверно вводят данные. В частности, ошибаются, перепечатывая ВИН-номер автомобиля. Но и сайт порой не выдерживает большого количества посетителей. С этим столкнулись и сами страховщики в ходе проверок. В конце февраля по заданию руководства мы делали 10 контрольных закупок. В 3 мы не смогли дойти до оплаты. Мы делали штатные сотрудники, то есть профессионально выявлены. Вот эти 3 системные ошибки были отправлены. Вот как сказали на 1 февраля, они были исправлены. В этом случае простому пользователю нужно сделать скриншот страницы и обратиться в офис страховой. Если проблема системная, о ней сообщат разработчику программы. Еще один момент, с которым автолюбители не согласны. При расчете стоимости полиса сайт не учитывает коэффициент безаварийного вождения. Когда гражданин вводит свои данные, подгружается коэффициент бонус-малус в виде единицы. Клиент с этим не согласен. Полис у него распечатывается. То есть он его проплачивает, полис распечатывается. После этого он обращается к нам в страховую компанию. И мы в соответствии с документами правим коэффициент бонус-малус. Еще один спорный момент. Единый страховой агент перенаправляет заявку компании в любой точке страны. В данном случае, чтобы внести изменения в полис, нужно будет либо посылать туда документы почтой и ждать, либо ехать лично. Таких проблем возникать не должно, уверяют страховщики. У каждой компании, если у нее нет представительства в нашем регионе, должен быть договор с другим офисом. Любой вопрос по страховке можно решить, не покидая региона. Те сбои, которые сегодня происходят в системе, как я уже говорила, страховыми компаниями устраняются. И вы сегодня слышали на совещании, что все те моменты сбоев, которые выявляются, они отправляются разработчикам, они снимаются. Контрольные закупки производят сами страховые компании. Вы слышали, что более 10 было сделано в прошлом месяце. Сейчас практически еженедельно они делают, ежедневно делают по две контрольные закупки, чтобы вот те системные проблемы, которые сегодня мы говорили, устранять. Ну и я еще раз хочу отметить, что нельзя со счетов сбрасывать и человеческий фактор. Мы сегодня говорили, что просто даже номерные какие-то показатели не всегда автовладельцам вводятся верно. Не стоит забывать, всегда можно оформиться в офисе по старинке. Главное, очереди ушли в прошлое. Если с этой стороны посмотреть на проблему, действительно, плюсов больше. Лишь бы на практике для обычного ивановского водителя это было так же просто, как рассказывают представители страховых. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.